Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о Евангелии от Матфея. Сегодня мы с вами читаем 18 главу. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». Кто больше, кто занимает более высокую позицию в Царстве Небесном, то есть при водычестве, при правлении Бога. И Иисус призвал дитя, поставил его среди них. Дитя вообще не задается вопросом о своем статусе. Дитя спокойно принимает свою зависимость. У дитя есть родители, которые о нем заботятся. И дитя просто принимает и покоряется этой заботе. Дитя не требует себе какого-то места. Дитя смиренно принимает свое зависимое положение. И Господь говорит, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Это постоянно повторяемое учение Господа о том, что не следует самому искать себя превознести. Наоборот, нужно искать умолиться. Нужно искать занять то место, которое тебе уготовано в Божьем замысле. И это секрет не только вечного спасения, это секрет мира и покоя и утешения здесь на земле, поскольку люди испытывают огромную скорбь, люди испытывают огромные жизненные кризисы и печали из-за того, что их жизнь сложилась не так, как они хотели. Они не добились того, чего они хотели добиться. Они не получили того, чего они хотели получить. И вот жизнь проходит, и вот уже не то здоровье, не те силы. И ясно, что, как сказал поэт, и к удивительным звездам мне никогда не слетать. И ответ на это смириться с Божьим замыслом о нашей жизни, который осуществится неизбежно. Божьи планы, они не рухнут. С Божьими планами все будет в порядке. Мы должны просто покориться этому Божьему плану, как ребенок покоряется волей родителей. Бог определил нам находиться на том месте, на котором мы находимся, достичь того, чего мы достигли. И Бог, если мы ему доверимся, приведет нас к вечной радости. В этом отношении мы должны умолиться, как дитя. «А кто соблазнит одного из малых всех верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Незадолго до этого, и об этом упоминают историки эпохи, царь предал такой смерти каких-то своих противников, повесил мельничный жернов на шею и потопил во глубине морской. То есть это пример, взятый из реальной политической жизни того времени. И Господь говорит, что лучше подвернуться такой казни, чем соблазнить кого-то из малых всех. Это очень серьезное предупреждение, поскольку, естественно, человек с ужасом думает о такой смерти. Он хотел бы избежать любой ценой. И вот также нужно любой ценой избежать соблазна. Что такое соблазн? Соблазн — это вовлечение в грех. Соблазн — это подача повода к греху. То есть в широком достаточно смысле. И к любому греху грехи бывают очень разные. И подавать соблазн кому-то из верующих — это зло, которого следует всячески избегать. Этим соблазном может быть очень много что. Что-то, что человека склоняет или побуждает к греху. Побуждает его к недоверию в церкви, побуждает его к тому, чтобы отпасть там или как-то согрешить. Горе миру от соблазну, ибо надобно прийти соблазнам. То есть соблазны, они происходят неизбежно. Это часть нашего падшего мира. И Бог их как-то использует в рамках своего промысла. Бог обратит их ко благу. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Здесь возникает, конечно, вопрос о таинственном божьем промысле. Надобно прийти соблазнам, они как-то включены в замысел Бога. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Вот мы можем сказать, например, что предательство Иуда, оно включено в замысел Бога. Бог знал, что Иуда предаст Спасителя. Бог с самого начала учел это в своем замысле. Но Иуде горе. Почему? Потому что каждый человек, он судим не по конечным результатам своих действий, поскольку Бог все обратит к своим целям, но по своим намерениям. Когда человек имел намерение вести кого-то в соблазн или имел, скажем, такое беспечное, небрежное отношение, из-за которого кто-то был введен в соблазн, он в этом виноват. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки ей и бросит себя, ибо лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и двумя ногами быть ввержена в огонь вечный. Если гваст твой соблазняет тебя, вырви его и бросит тебя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть вверженом в гиену огненную. Это очень-очень-очень серьезное предупреждение о гиене огненной. Само слово гиена — это долина Гехенном под Ярусалимом, где во времена царей вероотступников стояли языческие идолы, совершались им человеческие жертвоприношения. Место, которое было отвержено и проклято, которое было связано с этими тяжелыми, позорными воспоминаниями, и там была городская свалка, чтобы как-то все это обеззаразить, там постоянно горел огонь. И вот долина Гехенном — это такая свалка, где лежат и гниют всякие отбросы, где черви, где смрад, где горит огонь. И Господь использует этот образ как описание того, на что похож ад. Это такая свалка. И туда совершенно реально попасть. Вот в Евангелии достаточно много предостережений, которые должны побудить нас отнеситься к этому глубоко серьезно, потому что от этого некая реальность. И было бы глубоко нечестно и безответственно как-то это пытаться скрыть, как-то пытаться это замазать. И Господь говорит, что нужно делать, если рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и бросить себя. Что имеется в виду? Речь идет о соблазнах, опять же, о том, что препятствует моему вечному спасению, о том, что может привести меня в гиену какие-то грехи. С грехами бывает порвать трудно. Я помню, как мне рассказывали одни богочестивые люди, как они беседовали с одной женщиной еще в советские годы, и она где-то там сидела на каком-то месте, на какой-то должности, которая позволяла ей воровать. И у нее был дом по советским меркам, полная чаша, она отлично очень жила за этот счет. Каким-то образом она избегала внимания ОБХСС. И когда ей рассказали о Боге, о спасении, она явно задумывалась, что если она сейчас уверует, если она покается, ей придется жить на одну зарплату. И для человека, который привык жить ни в чем себе не отказывая, жить на одну зарплату, это очень трудно, это очень тяжело. И человек всегда жил на одну зарплату, он привык. А вот если он пожил богато, то возвращаться уже очень сложно. И это ненамного легче, чем отсечь себе руку. Это тоже очень больно. И Господь говорит, в ситуации, когда есть какой-то грех, с которым нам больно и плохо расстаться, с ним все равно надо расставаться, потому что лучше себя отрубить руку, чем войти с руками и ногами, попасть в гиену. То есть речь здесь идет о необходимости самым решительным и категоричным и невозвратным образом порывать с грехом. То есть как отрубленную руку нельзя приставить назад, так нельзя возвращаться к греху. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лица Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Никого нельзя презирать. Мы живем в мире, где людей ценят по-разному. В зависимости от их общественного статуса, в зависимости от их достижений, какой-нибудь нищий грязный бродяга находится в совершенно другом статусе, чем лауреат Нобелевской премии. Человек, который страдает тяжелой болезнью, каким-нибудь поражением головного мозга и даже не может членораздельно общаться, он в миру считается менее ценным, чем какой-нибудь миллионер, который там всего добился своей изобретательностью. Но Слово Божие говорит, что мы не смели презирать никого. Любой человек, созданный по образу Божию, обладает ценностью. Мы должны признавать в нем образ Божий, мы должны относиться к нему с глубоким почтением. Мы время от времени видим возникающую полемику, когда уничижительно, очень враждебно отзываются о людях с особыми потребностями, которые не могут вносить большой вклад в экономику общества. И вот, собственно, такое зло было всегда. И Господь говорит, смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Никого нельзя презирать. В любом человеке надо признавать образ Божий. Ибо говорим, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. То есть ангелы этих людей имеют прямой доступ к Богу. Именно потому что они малые. Они предстоят пред Богом, они могут постоянно с ним находиться в прямом общении, потому что Бог высоко ценит этих малых сих. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Это фраза, которая подчеркивает, что Христос пришел спасать грешников, не пришел призвать праведников. И человек, который считает себя праведником, человек, который считает, что с ним все в порядке, он пока что недоступен Евангелию, пока он не переменит свою точку зрения, пока он не поймет, что он бедный грешник и нуждается в спасении. Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяносто девяти незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Это слова, которые, с одной стороны, обнадеживают грешников, что человек, который согрешил, человек, который заблудился, человек, который тяжело запутался в своей жизни, Бог его ищет, Бог хочет его спасти. Он драгоценен в очах Божьих и нет воли Небесного Отца, чтобы он погиб. Бог хочет его спасти. Другое дело, конечно, что человек может упереться в нераскаяние и погибнуть, но Бог со своей стороны всегда ожидает его возвращения. Это также слова к тем, кто видит это как бы со стороны, когда мы видим чужое покаяние, когда бывает в миру, так бывает вне церковной среде, когда люди не ценят покаяние, что человек вел себя неправильно, он был грешником, он был, может быть, в условиях какого-то политического конфликта, он там поддерживал наших врагов, потом он призадумался о своей жизни, он переменил свою жизнь, и ему говорят, ага, там, в полете переобулся, иди же попляши и так далее. То есть в миру так бывает, что покаяние, перемена взглядов, перемена пути воспринимается с язвительностью, с неодобрением, но Бог радуется, когда грешник кается, и мы должны радоваться. Всегда так бывает, когда люди ненавидят своих врагов, и они не хотят, чтобы враги покаялись и спаслись. В Библии есть история пророка Ионы, который был послан, чтобы обратить неневитян к покаянию, и он очень не хотел, потому что неневитяне вызывали у него искреннюю ненависть, были на это основательные причины, и он хотел, чтобы неневитяне все погибли поскорее. Но Бог его послал проповедовать неневитянам, в итоге неневитяне покаялись, и он был очень огорчен этим. И вот мы часто бываем подобны Ионе, когда мы к кому-то питаем неприязнь, мы не хотим, чтобы этот человек покаялся, но Бог хочет в отношении людей, которые нам не нравятся, в отношении людей, которые нам досаждают, в отношении людей, которые к нам враждебны, они все дороги в очах Бога, Бог хочет, чтобы они спаслись. Тех людей, которых мы склонны видеть как врагов, Бог видит как заблудших овец, которых он хочет спасти. Там, где люди видят другого, как врага, которого они хотят уничтожить, цель Бога всегда спасти этого человека. И христианин должен смотреть на врага как на того, кого Бог хочет спасти, как на того, за кого умер Христос. Это очень нелегко, потому что весь окружающий мир и все наши привычки диктуют нам совсем другое отношение, но таково Слово Божие. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обречи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то добует он тебе, как язычник и мытарь». Речь здесь идет о конфликтах внутри церкви, если согрешит против тебя брат твой, и что следует делать. Тут дана очень четкая инструкция. «Пойди обличи его между тобой и им одним». Вот часто видим, как возникают конфликты. Сейчас любые конфликты и ссоры из-за социальных сетей, они делаются достоянием самой широкой общественности. Люди со всех стран мира могут пойти и прочитать, о чем вы там поругались и чем против вас согрешил брат твой, поскольку это все оказывается в сети. И часто бывает, что стадия призывания прохожих в свидетели или призывания всего интернета в свидетели, она начинается сразу буквально, когда согрешил брат твой, и даже не против тебя, а просто согрешил. И, ну, по крайней мере, до тебя дошли слухи, что согрешил, а ты уже там пишешь такое сообщение в интернете про то, какой он плохой человек. И это вызывает споры и препирательства, особенно внутри православной церкви, что особенно печально. И Господь говорит, как нужно делать на самом деле. «Если согрешит против тебя, брат твой, пойди обличи его между тобой и им одним». То есть лично с ним свяжись, лично с ним обсуди этот вопрос. «Перед тем, как кого бы ты ни было еще в этот конфликт вовлекать, иди обсуди это между тобой и им одним. Поговори с ним напрямую. И если послушали тебя, то приобрел ты брата твоего». Нужно его выслушать, нужно понять, почему он себя так ведет, правильно ли ты его понял. И часто на этом этапе конфликты прекращаются, потому что они иногда возникают либо на недоразумении, либо на чистых эмоциях. Кто-то кого-то неправильно понял, кто-то на кого-то обиделся. Если же не послушает, если брат продолжает упираться, продолжает согрешать. «Возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Нужно привлечь еще одного или двух членов церкви. Для чего? Потому что очень важен взгляд со стороны. Когда у людей конфликт, они эмоционально взвинчены, и им очень сложно прийти к какому-то соглашению. Но когда какие-то люди, которые смотрят на все это со стороны, приглашены, они могут разобраться, им легче. «Если же не послушает их, скажи церкви». То есть тут следующая стадия — это сказать церкви. «Если же церкви не послушает, да будет он тебя как язычник и метарь». И тут дело выносится на суд. «Церкви, если церкви не послушает, то будет тебя как язычник и метарь». То есть вообще говоря, церковь — это... тот авторитет, которого надо слушаться. «Если не послушается церкви, да будет тебя как язычник и метарь». Мы должны жить, и мы должны в том числе разрешать наши конфликты в послушании церкви. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Это власть вязать и решить, которая дана апостолам и их преемникам в церкви. церковь имеет власть возвещать прощение грешникам, и церковь имеет власть обличать упорствующих грешников. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и я посреди них». Это ободрение, обетование, что Бог отвечает на молитвы. Бог действительно дает нам то, о чем мы просим, особенно когда мы просим вместе, когда мы согласились на земле просить о всяком деле. И так бывает, что на молитву приходит ответ. Так бывает не всегда. Но можно быть всегда уверенным, что Бог нас всегда слышит, но не всегда выполняет нашу волю, потому что, попросту говоря, Богу виднее. Мы не видим загробный мир, мы не видим царства, мы не видим рая, мы не видим ада, и мы не видим всех взаимосвязей в этом мире. И иногда нам полезно не получить того, о чем мы просили. Но Бог всегда слышит нас, и наша молитва действительно влияет на то, что происходит в мире. Бог так устроил этот мир, что наша молитва в этом мире действительно меняет что-то, она действительно имеет последствия. То есть молитва — это не психотерапия, это не попытка себя успокоить, это не медитация. Молитва — это действительно обращенная к Богу просьба, которую он всегда учитывает. Не всегда делает, как мы хотим, но всегда учитывает. Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи, но до седми, ж до семидесяти раз». То есть вообще без конца. Понятно, что седми ж до семидесяти — это четыреста девяносто, а вот на четыреста девяносто первый раз он согрешит. Вот тут все, вот тут я ему могу отомстить. Нет. От нас требуется безусловное прощение, в смысле безусловного отказа от мести. Месть — это то, что нам безусловно категорически запрещено, и мы должны прощать тех, кто согрешает против нас. И, как правило, речь идет не о каких-то тяжких злодействах, речь идет о каких-то мелких, достаточно неприятных вещах. Нас зацепили, нас не позвали, про нас сказали гадость и тому подобные вещи. И когда человек пытается все это помнить, еще за это все отмщать, он свою жизнь разрушает. И когда мы следуем этой заповеди Господа о прощении, то это огромное освобождение. Мы больше можем за собой все это не тащить. Все эти обиды, они не определяют больше нашу жизнь. Посему царство небесное подобно царю, который захотел считаться с рабами своими. И когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб твой тот пал, и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом, тем отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает и говорит, «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не отлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца брату своему согрешений его». Некто, кто должен был десять тысяч талантов, талант — это очень большая единица денег. То есть талант — это много очень денег, и десять тысяч талантов — это невообразимо огромные деньги. Это деньги, которые человек не может выплатить заведомо. и этот несчастный должник, он падает перед государем, его умоляет, и государь над ним сжалился и простил этот огромный-огромный долг. Раб выходит, находит одного из товарищей, который должен был ему сто динариев. Сто динариев — это деньги, это нельзя сказать, что мелочь. Сто динариев — это где-то... Ну, динария — это примерно дневной заработок паденщика. То есть, ну, не знаю, может быть, это тысяч двести будет на наши деньги, то есть какие-то деньги все-таки заметные, но не десять тысяч талантов. И он, значит, стал требовать возврата долга. И это привело к тому, что та милость, которую ему оказал государь, она была утрачена. Речь может идти, когда речь идет о долге в библейском контексте, речь идет о грехе вообще. Не обязательно о деньгах. Речь идет о любых претензиях. У меня к ближнему могут быть там денежные претензии. Я могу считать, что он мне денег должен. Или я могу считать, что он меня как-то зацепил, как-то обидел, чем-то против меня согрешил, я теперь имею законное право с него требовать. Люди даже видят нечто правильное, нечто нравственное в том, чтобы требовать, в том, чтобы стремиться наказать плохих людей. Известный есть лозунг «Не забудем, не простим». Ну, вот это лозунг, с которым можно отправиться только в ад. потому что Слово Божие говорит очень ясно, что если мы не прощаем других людей, наши собственные грехи не будут прощены. В этом отличие евангельской этики от этики, можно сказать, общечеловеческой, потому что во многом, конечно же, библейская этика совпадает с этикой, которую мы встречаем в других великих религиях, которые мы встречаем даже у светских людей, но одно резко отличается. Люди разных совершенно религиозных традиций могут согласиться на том, что прощать, ну, в принципе, хорошо. Это проявление великодушия, это хорошочек, который простил, он показал, что он человек великодушный, достойный, и это, наверное, хорошо все. Но Евангелие говорит, что это не просто опционально, не просто ты можешь оказать такое великодушие, ты обязан. Ты не можешь мстить. Это запрещено, и все. Месть абсолютно запрещена христианину. Нельзя мстить, нельзя мечтать о мести, нельзя подготавливать месть, нельзя призывать к мести, это все абсолютно запрещено Евангелием. И, конечно же, это трудно, поскольку злодеи злодействуют, и злодеи злодействуют злодейски, как говорит ветхозаветный пророк, люди испытывают гнев, ярость, негодование, и желание, чтобы злодеи пострадали за свои злодейства. И здесь для того, чтобы сдерживать зло на земле, существует государство, государство должно преследовать злодеев, но государство делает это не в порядке личной мести. По закону вообще судья не может быть пострадавшим. Если так получилось, что от злодеев пострадал судья или следователь, то их отстранят от дела, с дела будет вести кто-то другой совсем, который лично не пострадал, потому что государство не занимается личной местью. Государство занимается поддержанием закона, и это совершенно уже другое дело. Но личная месть, попытка лично поквитаться, она запрещена однозначно, безусловно. Это то, чего делать нельзя абсолютно. Можно прибегать к помощи государства. Более того, если, скажем, злодеи обворовали не дай бог вашу квартиру, вы должны сообщить властям, вы должны дать все нужные показания, поскольку вы должны помочь властям выполнять их обязанности по поддержанию порядка. Но вот личная месть запрещена безусловно. Это трудное требование Евангелия, но это безусловное требование, которое Господь перед всеми нами ставит. Мы не можем, не имеем права преследовать своих обидчиков личной местью. Мы с вами прочли 18 главу Евангелия от Матфея. Мы читаем Писание в рамках библейского портала Экзегет.ру. Продолжение следует...